Среди портретов выполнен Добриловым в последний период. Это единственный, попавший в Россию благодаря инициативе Павла Третьякова, сумевшего приобрести его, Ланчо был старым другом Брюлова. В свое время он написал стихи, посвященные Помпею. Поздние итальянские работы Брюлова известны были в России из подробных описаний, опубликованных Владимиром Стасом. В 1852 году в журнале «Отечественные записки» в статье «Последние дни Брюлова» и оставшиеся в Риме после него произведения. Профессор Ланчи – один из лучших и знаменитейших ориенталистов и археологов римских, пишет Стасов. Как некогда, много уже лет тому назад, он сообщил профессору Бруни все археологические сведения и рисунки для знаменитого «Медного змея», так и в последнее время, когда Брюлов сочинял в прошлом году эскиз всеразрушающего времени, Ланчи со всегдашней своей готовностью и услужливостью постоянно давал ему все археологические объяснения, все советы и рисунки, которые могли быть нужны Брюлову. Общество его много любил Брюлов, как общество человека не только что чрезвычайно ученого, но еще умного и всегда размышляющего по нынешнему, а не отстала. Брюлов начал этот портрет, говоря ему «Я сделаю с вас портрет, который навсегда останется». Портрет Ланчи открывает новые неожиданные качества Брюловского портретного мастерства. Тренировка схватывали быстро протекающие движения, которое сказывалось в парадных портретах, использована здесь, чтобы зафиксировать мелкие движения внутри спокойной композиции с традиционным треугольником. Вскинул глаза, только что взял Пенсне. Ланчи словно застигнут в момент оживленной беседы, когда он вдруг поймал себя на некие неожиданные мысли по поводу собеседника, побуждающийся заново внимательно вглядываться в своего визави. Мы наблюдаем не старческое, а молодое внимание и быстроту реакции. На этом умном лице отчетливо читается расположение души к живейшему принятию впечатлений. Эта свойственная молодость и открытость с тем впечатлением бытия поразительна в облике семидесятилетнего человека. В рисунке сухощавого лица художник последовательно фиксирует ряд заостренных черт. Острый подбородок, нос, абрис приподненных бровей. Даже кончики ушей заострены, как у фауны, и все довершает торчащий над олбом хохолок. Используя прямое освещение, брилов почти лишил себя светотени, так что ему пришлось моделировать объем цветом соотношениями холодное-теплое, создавая чисто оптический рельеф. Интенсивность такой цветовой живописи лица погашена очень уместным здесь любимым бриловским алым цветом, цветом красного халата, обложенным по воротнику серебристым мехом шиншиллы. Стасов довольно живо описывает это произведение и восхищается мастерством портретиста, где искусство схватило жизнь в каждой ее черте. В каждой из бесчисленных ее красок вылепило другого живого человека, который больше никогда не умрет. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова